Гораздо более реалистично мне представляется версия, я бы ее по значимости поставил на один уровень, наверное, даже первой моей версии о том, что это Украина, украинские спецслужбы. Я бы поставил версию о том, что это внутренние разборки внутри российских элит, ну то, что ваши комментаторы назвали «пауки в банке». Значит, группировка российских ястребов, Сечин, Патрушев, она сейчас, в принципе, движется к власти, но для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, а он пока не является необратимым, им нужна эскалация, им нужно, чтобы Путин ввел военное положение, он пока отказывается это делать. И в этом смысле взрыв в тылу, в родном городе президента демонстрирует президенту, что война идет не только в Бахмуте, она идет у нас. То есть военное положение все-таки необходимо. С помощью этого военного положения эти ребята окончательно зафиксируют свои лидирующие позиции во власти. Все эти проклятые технократы и фислибы, так называемые, типа Собянина и Кудрина, они окажутся совсем неуделоттертыми от ключевых решений, рычагов принятия решений, воздействия на ситуацию. Им придется либо присягнуть ястребам, ну, либо вообще просто исчезнуть. И это прямой путь для ястребов, чтобы в принципе в какой-то момент на место Путина пришел сын нынешнего Патрушева, Дмитрий Патрушев, нынешний министр сельского хозяйства. И это в принципе все, это их предел мечтаний. Война для них повод прийти к власти в России. И им эскалация выгодна. И эта версия представляется мне гораздо более реалистичной, чем вот взрывы ФСБ во имя того, чтобы накрутить собственные, так сказать, сограждан. То есть цели есть, но это не общеполитически. То есть это может быть даже ФСБ. Какая-то группа в ФСБ. Там есть генералы, которые контролируют Сечин лично. И вот эти чекисты, может быть это действительно они, но скорее всего они это делали не с общеполитическими такими целями, типа там вот создать общественное мнение в стране какое-то, да? А с целью воздействия на Путина, конкретно на Путина. Может быть это даже не ФСБ, может быть это Пригожин. Информация о том, что Сечин с Пригожиным заключили тактический союз, она просачивалась уже в паблик. И в общем-то, в связи вот тех раскладов, которые у нас складываются, ну это представляется достаточно логично. Продолжение следует...